Добрый день, вас святая служба информации, телерадио компании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля. Глядите у выпуску. Организации облспожил Союза выплатили насильниству за сдать зеносельско-господаршую продукцию, а маль 30 миллионов рублей. Сегодня у Гомеля отбылся круглый стол по пытаниях материнства. В библиотеке имя Герцена пошла денежить выстава митрополита Антоний Сурожский «Жить все для меня Христос». А сейчас об этом и иншим больше подробно. Все лета организация облспожил Союза выплатили насильниству за сдать зеносельско-господаршую продукцию, а маль 30 миллионов рублей. При этом споживецкая кооперация набывает широкий ассортимент от бульбы и садовины до грибов и ягод. За ресурсами Харшового рынка ознайомился Олег Синтеров. Гомельский центральный рынок – один из буйнейших в области реализаторов сельско-господаршей продукции. Зараз за месяц тут продается до 370 тонн садовины и Городины. В среднем это отримывается 12-14 тонн на протягу дня. Для реализации уроджаев на рынку постоянно працуют 13 гандлевых лотков. В облспожил Союзе кажут, что и пкнутся утреблять цены на минимальном акчемом узровне. В отворотном выпадку реализовать усе нарыхтованное будет вельми проблематично. При том, что подчастки ромашов у выходные, коли конкуренция особливо значная, их цены могут сменьшаться еще на 10-15%. Была и самая дорогая продукция – зелень по 5 рублев 72 копейки за килограмм. Сиротка самого танного в этом году – капуста по 27 копеек, бульба по 30, цебуля и моркова по 33. Продавцы констатуют, мода на замежную продукцию застается уминулым. Сегодня с нашим опытом користается тое, что выращено на белорусской земле. Приходят, берут сетками, заготавливают на зиму и капусту, и картошку, и яблоко, и всю продукцию. Фасоль берут, клюкву. Именно спрашивают, что белорусская продукция. Им кнение набывать шмат и рабить запасы на зиму – особливость психологии людей, какие, если памятнуюсь минулые часы с пустыми полицами, идти у лепшим выпадку – продажам у специализованных краммах с апсаванной сельско-господаршей продукцией. Али с того часу шмат чего изменился, и на явности сучасных словишев уже никто не издевляется. Иншая справа, что протягивая спекутные надворы, не самым лепшим чином уплывая на урожайность некоторых культур. По этой причине теж яблоки, например, або спожил Союз сельта набывал у Тымлику и у инших областях Белоруссии. Хоть и у таких умовах организации Галины уже выплатили поставщикам за набытую продукцию к 30 миллиону динаминованных рублев на 2 миллионы больше леточника, садовины и Городнины повинны хапить як минимум до нового урожаю. Все районы потребительские общества обеспечили в текущем году прогнозный показатель заготовительного оборота. Все районы работают достаточно стабильно, ровно, сбоев практически в данном вопросе не возникает. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Грыбный сезон у Гомельской области выдался довольно бедным на урожай, бядуют заузятые грыбники. Специалисты ж прогнозуют дожливое надворе, якое характерно для початку кострышника, посприяя измене этой ситуации в нашем регионе. Где находятся самые грыбные места в области, эти варто проверять урожай на радиацию. Какие ядомые грыбы мают неядомых двойнят? Чим небеспечны эти дары природы? Про что повинны памятать прихильники тихого полявания и какие первые выники грыбного сезона у Гомельской области? Меркование гомельчан и компетентных экспертов. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня в 19.30 на телеканале «Беларусь4». До инших тем, ураб Беларуси установил норму споживания коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидий. Как вядомо, они тучатся только их основного пиралику. Наличаться субсидии будут по заявным и выявным принципах. В первом случае документы нужно приносить самостоятельно. В другом, процесс наличения субсидий будет автоматичным. Подробности у Марины Северяновой. Не глядячи на то, что указа о предоставлении безнаявных жильевых субсидий почауденничать с первого костричника, пытанию застаётся шмат не только у насильництва, а и у самих работников жильево-коммунальной господарки. Бо нового введения треба спочатку, як кажуть, проверить на практице. По коль же специалисты комментируют черговые удокладнения. Так, на днях ураб вызначил нормы споживания коммунальных послуг для разлику безнаявных жильевых субсидий. Что тучится расходу воды, то тут ничего не изменилось. 140 литров на человека в сутки. А от их обслугований так само. Это 20 квадратных метров на каждого зарегистрованного плюс 10 квадратов на семью. Для пенсионеров и инвалидов субсидия наличается на всю площадку квартиры. Если у нас по техническому обслуживанию и ранее применялся норматив 20 квадратных метров, то по капитальному ремонту таких нормативов у нас не было. В соответствии с данным постановлением для расчета суммы субсидий будет применяться также и норматив по капитальному ремонту, который также равняется 20 квадратных метров и 10 квадратных метров на семью. А кроме того, заявились нормативы на подогрев воды. Так, будет различиваться, сколько с гигакалорий, которые тратятся на это что день. Ранее платили по фактичным споживаниям. Также не было норматива у нас на теплоснабжение. На сегодняшний день для расчета субсидий будет применяться норматив на отопление, который будет рассчитываться на один квадратный метр. И при этом в расчет будет браться на одного зарегистрированного также 20 квадратных метров на одного зарегистрированного и 10 квадратных метров на семью. И также обращаю внимание, что на пенсионеров и на неработающих инвалидов данная норма также не распространяется. По электроснабжению также появилась дифференциация. Если мы в основном применялись ранее 150 кВт-час на семью, то на сегодняшний день в соответствии с постановлением там предусматрена градация в зависимости от количества членов семьи. То есть, если это один человек, то это 60 кВт-час, там два человека, 75 и так далее. Нагадаем, с документами для отримания державной допомоги на оплату жильево-коммунальных послуг и любыми питаниями, которые отыщатся к этому процессу, можно звертаться у службы субсидирования. На протягу кастричника они начнут працовать во всех жильево-коммунальных господарках. Марина Северьянова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Зараз на Гомельшине проходит областная профилактичная акция. «Нехай зауседы будзи мама», промеркованная до республиканского дня мать, який что год означается 14-го кастричника. Сегодня у Гомельским областным центром гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья отбывся круглый стол по вопросам материнства. На имя мерковались такие важные аспекты, как захование семейных каштовностей и повышение репродуктивного здоровья женщины, а так само попередняя психологичная и физичная подрыхтовка будущих батьков до планования детяти. Так, подчас круглого стола прогучало, дать ажарности лепше рыхтоваться загадя. По-перше, обо двум батькам треба отмовиться от шкодных звычек. По-друге, прикладно за три месяцы до планования детяти необходимо звернуться до урача, який призначит обследование. Варто отзначить, до этой, бадай самой важной, в жизни каждого человека поддей на роджине немовля, добро подрыхтовать себе и морально, если необходимо, звернуться за допомогой психологов. В целом, подчас проведения областной профилактичной акции «Нехай за усёды будьте мама», которая протягнется на Гомельщине до 14-го Кострышника, включена в регионе запланованы целый комплекс мероприемств, накереванных на умоцовании семьи. Доведаться про их больше подробязно можно в друкованных сродках массовой информации и на сайте Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Это будут и консультации специалистов, это будут и прямые телефонные линии, на которые будут работать и онкомомологи, и акушерогинекологи, и врачевалиологи, и психологи, и педиатры. То есть это обширный, можно сказать, спектр мероприятий, который ожидается при проведении данной акции. Это и проведение групповых занятий, это проведение занятий в школах здоровья и ряд других мероприятий. У библиотекции «Имя Герца» отбылось открытие выставы «Митрополит Антоний Сурожский. Житье для меня – Христос». Ее презентация в Гомеле стала махчимой, дякуючи инициативе Свято-Никольского Мушинского монастыра. Человека, якому присвеченная экспозиция, называли голосом православия 20-го стагодия. Ее народился в 1914-м. Пережил тяжкое эмигрантское дятинство. Был французским фронтовым урачом, наставником, монахом, святаром у Англии. В 1961-м смог вернуться у СССР у якости епископа. Стал вядом и во всем свете, як выдатный пастор-проповедник. Над этим биографичным проектом працавали богословы, историки и студенты из России, Беларуси, Украины и Италии. У першиню выставу представили на одном из наибуйнейших европейских фестивалей в итальянском городе Римени. Были созданы группы в Москве, в Минске, в Киеве, в Харькове, в Милане. Студенческие группы, которые работали на этой выставке. Работа длилась год, был отдельный семинар в Италии. Действительно, работали самые лучшие дизайнеры. И, может быть, эта выставка как раз интересна не только содержанием, но и тем, как она родилась. Потому что, может быть, для выставки очень необычно то, что сейчас предложена такая карта путешествий. И это была опошняя информация о выпуске. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинок и саджите за эфиром.